Приветствую вас Алина, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, первое, что вы сами хотите с этим сделать? Проблема здесь в том, что вы такое ощущение, что не можете, не готовы или боитесь сделать выбор. Вы сделать выбор, я имею ввиду, в пользу чего бы то ни было, в пользу либо одного, либо другого. То есть, либо в пользу принятия того факта, что у вас столько или столько клиентов, и больше клиентов у вас не будет и быть не может в силу вот таких ваших особенностей. Или то, что вы считаете, что хотите больше, можете больше, но для этого придётся что-то делать. И это что-то делать может быть вам не очень приятным. То есть, вот с этим, вот с этим нужно как минимум разобраться. Да, в этом нужно как минимум отдавать себе отчёт. Потому что, ну, как бы без этого не получится, собственно говоря, наверное, ничего не получится без этого. Вот, в том смысле, в том смысле, что пока вы не примете решение, вы не сможете, ну, как бы, аккумулировать свои ресурсы. Вот, и, как бы, это будет расформировать. Вот. Дальше. 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 Повторюсь. Вот, повторюсь. То, что вы пишете в принципе, в принципе, вот. Ну, в принципе, это нормально. То есть, как бы, нормально, что вы не хотите угасать. Нормально, что вы не хотите, там, условно говоря, быть всегда позитивным. Вот. Как бы, это всё нормально. Но, вопрос в том, чего вы хотите. Если хотите чего-то больше, то нужно решать свои проблемы. Принимать своё прошлое. Прорабатывать свои травмы. Чтобы не бояться говорить о себе. Чтобы не бояться выстраивать общение с людьми и так далее. Правда, делать высеперечисленное стоит и не для того, чтобы чего-то добиваться, а просто, чтобы чувствовать себя лучше, комфортнее. Чтобы, может быть, ваша жизнь была легче. Может быть, чтобы новые отношения построить. Чтобы ошибки прошло какие-то понять. Чтобы свои проблемы проработать. Да? Потому что, ну, вас это беспокоит и тревозит. Кроме того. Ну, даже не брать, это всегда травмы. И травмы так или иначе мешают. Поэтому с этим нужно работать. Вот и всё. Это всё зависит от вашего желания. Если вот такая реальность, то люди хотят, как бы, приходить и видеть позитивного, радужного человека. Люди хотят сервис. А не только процедуру. Потому что люди не роботы. Потому что людям нужны эмоции. Потому что людям нужно чувствовать себя, ну, как-то позитивно. Понимаете? Вот. И кроме того, когда, условно говоря, нужно ждать, а... Активой сервис, это ожидание. То, в тот момент, пока ты ждёшь, ну, ну, нужно в какой-то степени заполнять его договор. Вот. И люди хотят этого. И люди имеют право на это. На это. Они могут этого не получить. Вот как в вашем случае, да, они не получают этого. И они имеют право этого не получать. Но в таком случае у вас будет та клиентская база, которая у вас есть сейчас. Таким образом, эээ, повторюсь, вам необходимо сделать выбор. Если вы хотите расти как специалист по маникюру, то необходимо решать свои психологические проблемы. И становиться более открытой, более претеной и так далее. Если вас все устраивает, то вы не хотите расти такой ценой, я имею ввиду ценой пронаботки своих проблем, то оставайтесь на том уровне и просто получайте одного клиента в день и всё, и вам тогда нужно будет смириться с этим. Просто проблема здесь в том, что у вас несколько нереалистичное притязание. Вы такое ощущение, что, как бы судите по себе, что я могу, вот сейчас я вам прочитал, так, я прихожу на процедуру, а не на развлечение. Да, но это вы, это вы так. Я не думаю, что как-то реалистично сравнивать, точнее не сравнивать даже, а судить о людях по себе. Я не думаю так. Я думаю, что все лидератные. И есть те, кто испытывает дискомфорт, когда остается наедине с собой или когда погружается в молчание, например. Точно так же, как вы испытываетесь дискомфорт, когда нужно что-то рассказать о себе. Вместе с тем, если вы не можете рассказывать ничего о себе, то это говорит о большом внутреннем отторжении, что крайне негативно на вас влияет. И это чисто психологическая проблема. Она решаема. Она решаема, но только при условии наличия вашего желания. Вот, чтобы вы пришли и сказали так. Я хочу, хочу, например, больше клиентов. Я понимал, что у меня проблемы с общением. С этим связаны мои прошлые, жизненные трудности, травмы, негативные переживания и прочее. Я хочу с этим поработать, чтобы мне было легче по жизни идти. Чтобы я была более, там, открыт и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И всё. И вот, если так, то проблема мой не решается. А если проблема не решается, то вам нужно будет признать, что вот с моим текущим уровнем коммуникации я могу рассчитывать только на вот такое количество клиентов. Это нормально. А не судить людей по себе, что если я прихожу на процедуру, а не на развлечения, то так же и все должны делать. Нет. Так могут все делать, но не должны. И не делают. Как вы видите. То есть, в какой-то степени здесь у вас не адаптивная, не реалистичная позиция по отношению к себе, к людям и в контексте отношения к услугам. Я вот, например, как человек, который, допустим, иногда пользуется услугами такси и так далее. Ну, мне приятнее, когда водитель приветлив, когда с ним можно поговорить. Это не обязательно. Но это добавляет очень много бонусов. И такому водителю я, скорее всего, позвоню ещё раз. И буду с ним ездить постоянно. А с водителем, который достаточно грубо молчит, но при этом хорошо водит, такого желания нет. Мы все люди и мы все хотим общаться, это нормально. Я склонен думать, что ваше такое поведение связано исключительно с негативным влиянием прошлого. Вот. Нет, может быть, конечно, вы сами по себе такой человек, но если вы сами по себе такой человек и вы работаете специалистом по ногтевому делу, то вероятно, вы выбрали немножко не свою профессию в таком случае. Потому что вы выбираете работу с людьми. А работая с людьми, нужно учитывать человеческий фактор в любом случае. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, наилучшего разрешения данной ситуации и надеюсь на обратную связь. Удачи вам! Удачи! 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 Удачи!